Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас матч против Blackburn Rovers, они идут ниже нас, мы идем на восьмой строчке, а Blackburn замыкает 15 команд чемпионшипа. 17 очков они набрали, у нас 22, сегодняшняя победа может нам минимум дать пятую строчку, есть, конечно, наши команды, которые выше нас, проиграют свои матчи. Ну и также мы можем упасть, если команды, конечно, там выиграют, ой-ой-ой, до 14 строчки мы как раз можем и упасть. Но, играть мы сегодня будем вторым составом, начнем, потому что первый, как вы видите, немного подустал. Ну и посещаем пресс-конференцию. Вы надеетесь продолжить беспроигрышную серию? Пока что мы непобедимы, по одной простой причине наша оборона великолепно играет. Итог прошлого матча скажется на выборе стратегии на этот матч. Победа в один мяч и должна заставить нас больше работать на тренировках. Матч с клубом Blackburn Rovers будет очень важным, причем как для игроков, так и для болельщиков. Сможете поддерживать такой уровень и дальше? У нас есть четкая цель, избавлять обороты мы не намерены. Все благодаря позитивному настрою внутри команды. Ну что же, поотвечали на вопросы. Лучших бомбардиров, как вы видите, у нас нету в клубе пока что. Но, кстати, я как-то зашел так посмотреть насчет всех статистик в бомбардирах, в ассистентах. Здесь у нас мало, конечно, но есть все-таки Козлов. Четыре голевые передачи за 9 матчей он дал. И мы видим здесь Довбню. Внимание, ну это мне очень нравится. Когда я даже просто так не на запись для себя делаю карьерки, сам играю в удовольствие. У меня очень редко голкиперы попадают в топы по сухим матчам. Но здесь Довбня осталось играть два матча на сухой. Он догонит Рэндольфа из Миддлсброу, которого 13 матчей. Ну это просто невероятно. Но Довбня, да, будет у нас ключевым игроком, если, конечно, будет в лидирующих позициях по сухим матчам. У нас чаще всего мы играем в ничью, конечно. Но давайте здесь я даже не знаю, какую форму нам взять. Давайте эту возьмем. Ну и вот он, состав на ваших экранах. Мы начинаем матч. Поехали. Итак, начинается матч. И здесь нам показывают. Вот непонятно, кто это сейчас, конечно. Потому что, ну понятно, что это и наш игрок был. Но непонятно было по геймфейсу, что это за футболист был. Ну а мы начинаем. Я не знаю, наверное, все-таки от обороны сыграем пока что. У нас это лучше пока что получается. Поехали. И сейчас опасный момент у наших ворот. Подача пошла. И Дов меня все-таки пропускает. Вот так вот за ошибки нас наказали. Ну это обидно, конечно, пропустить. Хотя и домашний матч сейчас у нас. Еще и от обороны играем. Даже не пытались как-то атаковать сильно. Но уже вот пропускаем за нашу ошибку. Баумгартнер. Он дальше проходит. Неплохо Баумгартнер. Меломед. И это 1-1. Михаил Меломед левой ногой. Белевая от Баумгартнера. Все замечательно у нас получилось. И вот так вот сразу практически мы сравниваем счет. 1-1. Ну и замечательно. Здесь вот аккуратненько еще вертушечкой. Ну и Меломед тоже неплохо левой ногой. Какой-то для него гол. Но мы поздравляем Мишу с первым его дебютным голом. За наш клуб в чемпионшипе. Армстронг. Прострел. Ну и Довня. Вот это очень хорошая сейчас атака вышла. Потеряли оборону сейчас. И думали уже сразу будет простреливать. Но он отдал пас. И в касание забивает нам Холдби. 2-1. Нужно снова нам сравнивать счет для начала. Но арбитр свистит. И это поражение минимально со счетом 2-1. Мы проигрываем Блэкбурн Роверсу. Мельников помог бы команде выиграть. Но он вышел и играл. Давайте тогда скажем вот так вот. Что пусть докажет. Что скажете? Рано или поздно это должно было произойти. Что скажете о сегодняшнем поражении? Мы научимся. Но это правда. Все будет хорошо. Я надеюсь. Итак проведем тренировку. Ромайкер повышается в рейтинге. Теперь у него 66. Ну и после этого матча мы опустились на 10-ю строчку. Нам предлагают стать тренером сборной Финляндии. Я отказываюсь. И у нас матч против Чарлтон. Чарлтон Атлетик. Они идут на 18-й строчке. Сегодняшняя победа может нам на 7-ю строчку. Мы практически нас вернули там где мы были. Поэтому у нас выходит первый состав. Он у нас будет играть 2 матча подряд. Потому что у нас там через неделю вот с Хаддерсфилдом будет матч. Ну и мы начинаем. Расстановка вот на ваших экранах. Мы поехали. Итак интереснейший матч сегодня на ваших экранах. Чарлтон Атлетик против Престон. Матч в котором мы должны выиграть. Команда идет ниже нас. Так же как и Блэдбурн Роверс. Но теперь-то у нас первый состав. Поэтому мы даже в атакующую схему сразу пойдем. Дальше на Ефремова. Ну и здесь просто на Мельникова. Хороший пас. Тот должен убегать. Отдает еще и передачу на Кучаева. Кучаев. Это 1-0. Голевая передача от Максима. И мы выходим вперед. Очень хорошо разыграли. Очень хороший сейчас удар получился. И вот так вот хлестко. И аккуратненько. Мне интересно даже как так получится. Такой интересный удар. Но аккуратненько так подсек его. И выходим вперед. Константин Кучаев. Он у нас один из лучших футболистов. В команде четвертый гол свой забивает уже. И мы выходим вперед на выезде. Отдает передачу на меня. Но теперь просто только убегать остается. Удар и это 2-0. Отлично. Хорошая передача была. И просто с фланга один прошел. Не забиваю. Делаю счет я 2-0. Но вообще хорошо получилась эта вот передача. На фланге нас никто не держал. Дали пройти. Ну и хорошо еще мяч полетел дальше. Третий гол наш уже в чемпионшипе. Победа 2-0. Уверенная в гостях над Чарльтон Атлетик. Вы ожидали что Чарльтон Атлетик сегодня забьет? Я всегда жду победы. Единственный вопрос с каким счетом? Вы довольны победой команды? Нужно сосредоточиться на следующем матче. Было трудно пробить оборону Чарльтон. Мы просто играли в свою игру. Ну что же после этой победы мы попали на 9-ю строчку. Нам сказали задачи не выполняются. А О'Конор вернулся из аренды. Я никого даже не вызывал. Зачем мне вообще он нужен? На трансферу выставим только деньги. Можем получить. Это прям в плюс пойдет. У нас деньги миллион целый есть. Но это очень мало. Если так смотреть по зарплатному бюджету, если кого-то мы бы хотели бы... Я хотел Дзюбу на самом деле подписать его бесплатно. У него контракт скоро закончится. Но у него большая зарплата может быть. Пусть последит за ним. Ну и очередная тренировка у нас. Ну иеромайкер сразу же качнулся за две тренировки. Вроде у него был 65-67. Сейчас он получает за две тренировки. Буквально вот он прокачался. Ну это отлично. Нам хорошие нужны. Фланговые тем более защитники. Я Коннора сразу этого выставил на трансферу. Он поблагодарил. Скажу баба созывал кобыли легче. Сразу же получаем мы предложение. Давайте поторгуемся потихонечку за него. 360 на 10 тысяч евро. Или фунтов там на евро, наверное, больше. Да, евро. Попросим, чем у него трансферная стоимость сама. Подаем предложение согласятся или нет. Отлично. Ну это очень дешево. Тем более неплохой игрок. 24 года ему. 62 рейтинг. Может на левом защитнике на цопанке играть. И игроки отправляются в сборную. Вызвали Масаковского, Шмелькова и Трушечкина. То есть вот два защитника. Даже Масаковского вызвали в сборную России. Какой у него там рейтинг? 68. А Хорева? Вот я создавал идентичные позиции с Масаковским. Почему-то Масаковского 68 вызвали, а меня нет. Хотя у меня рейтинг уже даже 70. Что там по следующим матчам неинтересно. Они будут... Ой, не скоро, потому что сейчас... Поэтому мы сыграем первым составом. Очки нам надо набирать. Сейчас мы идем на девятой строчке. Хадрес Филд, наверное, идет где-нибудь выше там. Нет, еще даже ниже. Хадрес Филд идет на двадцатой строчке. Сегодняшняя наша победа может нас поднять на седьмую строчку. Если там вот Шеффилд и Бристель проиграют свои матчи. Но надо нам еще тоже самим побеждать. Вот она расстановка. Поехали. Итак, наш домашний матч. Последний в сегодняшнем выпуске. Престон против Хадрес Филда. Команда почему-то Хадрес Филд идет плоховато в этом сезоне. Так что можем сыграть в нападение сразу. Кучаев. Кучаев. Хорошо. И забивает все-таки Константин Кучаев за второй попытки. Одиннадцатая минута. Выходим вперед. Одинноль. И удары все-таки вот здесь-то уже забивает нам Хадрес Филд. Тот момент с офсайдом не засчитали. Этот прям намертво он забил. Джунио Бакуна. И Мельников отличный паса дает на Козлова без офсайда. Теперь лишь бы только забить. И забивает Козлов. Это 2-1. Престон выходит вперед. Хороший пас отдали еще. Мельников уже лучшим ассистентом сейчас, наверное, Козлова обгонит скоро по этому показателю. Но все замечательно. Четвертый гол Козлова. И очень опасный момент. Сейчас перехват и все-таки пропускаем. Так вот обидно из одного какого-то неточного паса. Вот. Все быстро изменяется. И одним ударом нам пробивают долгню. 2-2 счет. Петраков. Отлично. Ефремов. И это 3-2. Сразу же практически сравниваем. И это очень хорошо. Быстро все разыграли. Очень хорошая комбинация получилась. Вот здесь вот Петраков. И вот так вот быстренько отыгрался Козлов на Ефремова. Ну и выпустим еще Яйвазяна вместо Ярослава. Ну и Дмитрий Ефремов забивает. Много у нас игроков забивают свои дебютные мячи. Для них это приятно. И отлично вводит Козлова. И то делает уже счет 4-2. Теперь Хадресил точно не догонит. 80-я минута. Ну все замечательно. Дубль Козлова нам приносит скорее всего уже точно победу. И забивает пятый гол. И все. Победа, уверенность. С счетом 4-2. Обыграем мы Хадресфилд. Козлов сегодня был на вас те. Что скажете о его игре? Козлов сыграл прекрасно. Вы ожидали, что Хадресфилд Таун сегодня забьет. Мы всегда готовы к худшему. Сегодняшняя игра могла бы сложиться по-другому. Для них это несправедливый результат. Проведем еще одну тренировку. Уже здесь Мишин прокачался. Матвей и Гапонов в 65-м стал теперь. Итак, после сегодняшнего матча мы на девятой строчке. Ну и мы продали Конора. Это отлично. Для нас это деньги. 240 тысяч нам добавили. Снова нам говорят, задачи не выполняются. А я вообще не понимаю, какие от нас задачи что требуют. Развитие молодежи. Низкий приоритет, но все равно требуют. Дальше идем. Финансы. Сдерживать рост зарплат игроков на уровне 15%. Текущая 25%. То есть мне надо переподписывать контракт и избавлять им зарплату. Но это же очень тяжело. Избежать вылета мы пока что здесь хорошо идем. Кубок Англии до 1.16 дойти. И за два сезона закончим чемпионат в середине таблицы. Но мы хотим выйти. Вообще. Странно. Но да ладно. Еще одна тренировка. Отлично. Давайте, кстати, посмотрим. Вместо Мишины и Гапонова. Ну да, здесь только Мишина надо качать. Ну и здесь, да, Гапонов. Так же пока что остаются. Рассчитываем. Кривохарченко. 74. Прокачался. Молодец. Ну и пришел нам, кстати, отчет об Артеме Дзюбе. Зарплата. Опа. 13 тысяч евро. Так мы его замечательно подпишем, значит. Видим, я трансляционное окно. Как только у него контракт будет заканчиваться. Мы его подпишем. Даже у Бакаева, Зелимхана Бакаева намного рейтинг. Зарплата выше, чем у Артема Дзюбы. Вот у Баринова, например. Ну, у них контракт не заканчивается, к сожалению. Но будем все равно российских игроков мы пробовать подписывать в аренду. Почему бы и нет. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жизнь Данных Советов. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok